Детские сады должны прописаться в многоэтажках, квадратные метры подешеветь, а земельные участки свободно уходить с молотка. Эти вопросы сегодня решали на заседании областного правительства. Доклады чиновников оптимистичны. Регион должен вернуться к докризисным объемам строительства уже к 2012 году. Подробности в репортаже Ксении Шуминой. Во время доклада министра образования губернатору прислали записку. Михаил Юревич прочитал ее и радостно объявил собравшимся. Проблема нехватки мест в детских садах, кажется, может быть успешно решена. А все потому, что с Анпином наконец отменен запрет на размещение дошкольных учреждений на первых этажах жилых домов. Это значит, что можно не строить отдельно стоящие здания, а проектировать под дошколят помещения в многоэтажках. Это, конечно, удешевит и упростит доступность детских садов на территории Челябинской области. Ну, представьте, да, то есть просто строится 10-этажный дом, один или два этажа в этом 10-этажном доме отдаются по детский садик. Территория двора просто немножко должна быть увеличена для того, чтобы были организованы детские площадки и все. Кроме того, губернатор дал задание составить списки неиспользуемых зданий, ПТУ и техникумов. После капремонта их вполне можно приспособить под дошкольные учреждения. Вместе с возвратом в эксплуатацию старых зданий необходимо стимулировать строительство. За последние два года в регионе практически не закладывали новых площадок, но сейчас отрасль понемногу оживает. В планах к 2012 году вернуться к докризисным показателям, а к 2020 выполнить наказ президента – ежегодно строить по квадратному метру на каждого жителя области. Но тут возникает проблема покупательского спроса. Необходимо снижать ставки по ипотеке и сбивать цены на жилье. А для этого нужно обострить конкуренцию на рынке. В частности, за счет областной корпорации строительства, чья деятельность финансируется из регионального бюджета. Определенная роль в этом отдается и корпорации жилищного строительства и ипотеки, потому что, имея определенный инвестиционный финансовый ресурс, она может и нацелена на определенное инвестирование строительства жилья с удерживающей ценой. И когда будет предложение дешевое, безусловно, по другим застройщикам, это будет немножко демпинговать. Квартирный вопрос необходимо решать и за счет индивидуального строительства. Губернатор выразил недовольство тем, что южноуральцам иной раз трудно купить землю. Аукционы либо не проводятся, либо на них почти ничего не предлагают. Особенно сложно получить участок в пригородах Челябинска, Сосновском, Красноармейском районах и Копейске. Губернатор намерен лично контролировать аукционы. Сейчас составим карту области, с каждым муниципалитетом будем спрашивать, сколько, где земельных участков было выставлено. И если, например, в каких-то местах земельные участки почему-то не выставляются, то можно написать мне в блог и обязательно задам этому муниципальному образованию вопрос. Кстати, в ближайшем будущем вырастут траты бюджета на капитальное строительство. В статье расходов реконструкция здания под органный зал и строительство метрополитена.